В протяжении многих десятилетий в этой стране, под словом культура, понималась субкультура российской интеллигенции. Нигде в мире этого не было. Везде была массовая культура, она по определению такова является. Массовая культура. Здесь же критики... Я здесь рассматриваю вопрос по-висекторски, они о собственных вкусах говорят. Здесь критики говорили, что хорошее кино это Тарковский и Сокуров. А люди смотрели, значит, то, что делает Говорухин. Показывали в прайм-тайм «Лебединое озеро» Чайковский Петр Ильич. Великий композитор, но люди предпочитали слушать в массе своей Владимира Семеновича Высоцкого, Аллу Борисовну Пугачева, Александра Борисовича Градского и так далее. На протяжении десятилетий субкультура российской интеллигенции, которая ничуть не хуже и не лучше субкультуры северных народов, субкультуры питерских рок-н-ролльщиков, она была доминирующей. Это то, что называется культура. Сейчас говорят, культура умирает. Да нет. Все становится на свои места. Люди смотрят фильмы с Арнольдом Шварценеггером, как по всем мире это происходит. Потому что массовая культура, она становится массовой. Если это «Лебединое» стало популярным, я не могу судить его в своих позициях, это плохо. Поскольку раньше у нас были только правды и известия, очень скучные газеты, существовал запрет на ненормативную лексику, на эротику, то сейчас компенсаторно к этому повышенный интерес.